А планы, планы и перспективы нашего Арктика каковы? Арктика, безусловно, неотъемлемая часть Российской Федерации, находящаяся под нашим суверенитетом в течение нескольких веков. Так оно и будет оставаться во все последующие времена. В связи с изменением климата меняется и технология использования этого чрезвычайно важного региона, и в стратегическом плане, с точки зрения обеспечения нашей безопасности, и с точки зрения развития экономики. Что касается безопасности, то, вы знаете, Северный флот у нас находится в регионе близким к Арктике, это практически Арктика, несет там свое дежурство, в том числе стратегические атомные и подводные ракетоносцы. Это вот база в европейской части, и у нас вторая база атомных подводных лодок стратегического назначения в восточной части, и тоже очень близко к северу. У них, правда, другие районы патрулирования, но все равно это вот северная часть страны. Кстати говоря, и американские подводные лодки дежурят недалеко, у побережья Норвегии. Подлетное время американских ракет из этого региона мира 16-17 минут до Москвы. И в этом смысле мы очень рассчитываем на то, что все то, что в мире произошло за последние пару десятилетий, будет удалять нас от такого противостояния, которое мы имели еще в годах Холодной войны. В целом это и происходит, и это нас радует. Говорить в этих условиях, что этот регион мира должен быть отдан под счет и управление – полная глупость. Это антинародная позиция. Я уже не говорю непатриотичная. Она еще и совершенно вредна с экономической точки зрения, потому что этот регион очень богат минеральными ресурсами. В этом его ценность. А этот регион мира очень привлекательным является с точки зрения развития транспортной инфраструктуры и коммуникаций. Наверняка многие слышали уже о том, что все активнее и активнее в хозяйственный оборот вводится такая транспортная артерия, как Северный морской путь. Это связано с тем, что меняется климат, и количество дней, которые могут быть использованы для навигации в этом регионе мира, увеличивается. Раньше это было где-то 100-150-250 дней. Теперь уже некоторые считают, что можно использовать это для прохода судов, конечно, в сопровождении ледокольного флота, ледоколов. А у нас самые большие ледокольные флоты в мире. И правительство планирует поддержать эту группировку ледокольного флота как в обычном исполнении, так и с атомными энергетическими установками. Теперь можно использовать это где-то больше, чем полгода, некоторые считают. Самая сложная часть Северного морского пути в районе Новосибирских островов. Это чуть повосточнее. Ну и там проход судов, проводка осуществляется, и танкеры ходят уже. Очень большой интерес всех стран мира к этому транспортному пути, потому что он капитальным образом удешевляет переброску грузов из Юго-Восточной Азии, вообще из Азии в Европу и наоборот. Сокращает срок доставки грузов, а значит и удешевляет доставку. Что сказывается на конечной цене продукта. Совсем недавно мы восстановили на Новосибирских островах российскую военную базу. Российские военные были выведены оттуда 20 лет назад, где-то около 20 лет назад, в 1994 году, по-моему. Сейчас там идет работа. В этой операции, это большая операция, сложная довольно. Четыре ледокола сопровождали эту группировку, где-то, по-моему, 17 судов сопровождения, еще нескольких крупных судов. Там осталась большая группа российских военнослужащих, которые восстанавливают инфраструктуру, в том числе аэропорт, взлетно-посадочную полосу. Туда, раньше там в таких временных жилищах люди находились. Сейчас современные технологии позволяют нам развернуть там полноценный военный городок, который будет выполнять сразу несколько функций. Не только там будут находиться военнослужащие по прямому своему предназначению. Там будут работать и метеорологи, там будут работать сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, которые все вместе должны будут обеспечить безопасное использование Северного морского пути. Поэтому хочу еще раз сказать, мы будем идти по этому пути, по пути расширения нашего присутствия в Арктике. Но, конечно, и вот на это следовало бы обратить особое внимание, нужно самым внимательным образом относиться к природе Арктики, потому что она очень уязвима. Это одна из самых уязвимых в этом смысле частей планеты. Она чрезвычайно важна для планеты, поскольку ее иногда называют, Арктику называют на кухне погодой для всей Земли. Ей чрезвычайно уязвима. И вот мы, конечно, не должны хозяйствовать так, как это было раньше. Но мы, если вы слышали, инициировали целую большую программу, которую назвали программой уборки Арктики. Уже тысячи тонн металлолома, бочек с горюче-смазочными материалами, вывезенные для утилизации из этих районов. И мы будем эту работу продолжать. В прошлом году, дай бы их памяти, по-моему, где-то миллиарда полтора правительство выделило на эту программу. Миллиард четыреста миллионов. И мы еще в полном объеме не закончили работу этого года. И продолжим ее в следующем. Продолжение следует...